Здравствуйте, ребята! Урок «Познание мира». Раздел «Мир вокруг нас». Тема «Учимся ориентироваться». Нас сегодня ждёт дорога, и узнать нам надо много. Отправляемся в путь. Ты узнаешь о горизонте и его сторонах, как определять стороны горизонта по местным признакам. Рассмотри картинку. На открытой местности, когда смотришь вдаль, кажется, что земля сливается с небом. Часть поверхности земли, которую мы видим вокруг себя на открытой местности, называется горизонтом. Горизонт – всё видимое вокруг пространства. В переводе с греческого это слово означает «ограничивающий». Воображаемая линия, где небо сходится с землёй, называется линией горизонта. Она хорошо видна на море, в степи, где никакие предметы не мешают взгляду. В городе её могут заслонять дома, а в лесу – деревья. Ещё в древние времена люди обратили внимание, что солнце движется по небу. Утром восходит в одном месте, а вечером заходит за горизонт на противоположной стороне. Так определили два направления горизонта – восток – восход и запад – западение солнышка. В течение дня она меняет своё положение, поднимается, а затем опускается. Это происходит изо дня в день, летом, зимой, из года в год. Самое высокое положение – в полдень. В это время оно сильнее всего греет. Эту сторону горизонта, где солнце находится в полдень, называют югом. А противоположная сторона – север. Итак, существуют четыре основные стороны горизонта. Это север – юг, запад – восток. Определение сторон горизонта на местности называется ориентированием. Зная одну из сторон горизонта, всегда можно определить все остальные. Например, если в полдень встать спиной к солнцу, то впереди будет север, куда будет падать тень, слева – запад, справа – восток. Стороны горизонта можно определить с помощью компаса. А что делать, если нет компаса? Давайте внимательно посмотрим вокруг. В природе немало живых компасов. Войдем в лес и обратим внимание на стволы деревьев. Многие покрыты мхами или шайниками, которые предпочитают тень. Их будет больше с северной стороны. Муравейники располагаются с южной стороны дерева пни и пней. Южный склон более пологий. Северная сторона кроны у одиноко стоящих деревьев менее пышная, чем южная. Годовые кольца у пней шире отстоят друг от друга с юга и теснее расположены с севера. Запомни, местные признаки помогают ориентироваться. В незнакомой местности важно запомнить ориентиры. Это поможет найти тебе обратную дорогу. Давайте проверим свои знания. Все видимое вокруг пространства называется, верно, горизонтом. Воображаемая линия, где небо сходится с землей, называется линией горизонта. Назови основные стороны горизонта. Верно, это север-юг, запад-восток. Определение сторон горизонта на местности называется, верно, ориентированным. Муравейники располагаются с какой стороны дерева? Правильно, с южной. А вот теперь мы можем сказать, что мы готовы путешествовать. Давайте с вами отметим галочкой то, что мы знаем. Я знаю, что такое горизонт. Могу назвать его стороны. Я умею определять стороны горизонта по местным признакам. Ребята, мы сегодня с вами хорошо поработали. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok